Доктор Дядя Миша Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой друг, немецкая овчарка Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому. Они брат и сестра. Да, Верочка учится в третьем классе, а Фома в восьмом. Он помогает сестренке в учебе. А если вопрос сложный, мы стараемся разобраться вместе. А вот и они. Да-да, сейчас открою. Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Добрый день, Дядя Миша. Приветствую вас, друзья мои. Проходите в комнату. Присаживайтесь, давайте чашки. Я вам сегодня пирожки с капустой испек. Угощайтесь. Ммм, как вкусно! Очень вкусно. Спасибо. Дядя Миша, а вы не хотите почитать мою статью? С удовольствием почитаю. А где она напечатана? В нашей школьной газете. В рамках волонтерского проекта. Про приют для собак, в котором мы помогаем. Отлично. Правда, она еще не напечатана. Я только черновик написала. Хотела вам показать. Ну, давай посмотрим. Хм, угу. Об истории приюта, о его обитателях. Очень хорошо. Так. О том, как стать волонтером. Ну что ж. Ну как? Вам понравилось? С точки зрения излагаемой мысли все правильно. Но хочется большего. А что вы имеете в виду? Надо написать, чтобы люди жертвовали на приюты для животных? Нет. Мне кажется, тексту надо добавить выразительности. Я поняла. Для выразительности речи мы обычно используем прилагательный. Ведь именно для этого они и нужны. Правильно. Алтай, помоги нам, пожалуйста. Ммм. О, а вот и наша чудесная доска. Спасибо, Алтай. Вера, давай ты подберешь и запишешь прилагательные к существительным. Сейчас. Вот ты пишешь о том, как первый раз попала в приют. Какие прилагательные ты подобрала бы к словам? День, собака, друзья. Осенний день, маленькая собачка, верная друзья. Стоп, 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 стоп. Верочка, да тут ошибка на ошибке. Разве? Мне кажется, все правильно. Нет. Собачка маленькая. День осенний. Друзья верные. Получается, что прежде чем говорить о выразительности, нужно нам с правописанием разобраться? Ну вот. Не выйдет из меня писателя. Опять это правописание. Не расстраивайся, Вера. Да как тут не расстраиваться? У меня было вдохновение, когда я писала. Мне так нравилось, как будто летишь. А тут правописание, скукота. Ну ты ошибаешься, Вера. Изучение языка, правильного написания слов, одно из интереснейших занятий. Для начала давайте вместе с вами вспомним, что мы уже знаем об этой части речи. Что такое прилагательное? Самостоятельная часть речи. Это слова, которые указывают на признаки предметов и действий. Хорошо. Что обозначают имена прилагательные? Признак предмета. Правильно. На какие вопросы они отвечают? Какой, какая, какое, какие. Чей, чья, чьё, чьи. А как они изменяются? Имена прилагательные? Склоняются по падежам и изменяются по числам. А в единственном числе изменяются также по родам. Очень хорошо. Какими членами предложений являются прилагательные? В предложении они бывают определениями или сказуемыми. Кстати, к сказуемому иногда вопросы задаются не те, которые мы выучили, а каков, какова, каковы. Например, щедра осень. Осенью и воробей богат. Это краткая форма. Прекрасное дополнение, Фома. Спасибо. Итак, теперь, Вера, задай вопрос о существительных, выписанных словосочетаниях и определи ударное или безударное гласное в окончании. День какой? Осенний. Безударное гласное на конце слова. Собачка какая? Маленькая. Друзья какие? Верные. Тут тоже безударное гласное. Теперь мы подошли к самому важному. Для определения правильного написания безударных окончаний имени прилагательного нужно помнить, что данная часть речи согласуется... Вроде числе и падеже с именем существительным, с которым оно связано по смыслу. Правильно. И чтобы определить верное написание безударного окончания имени прилагательного... Мы должны задать вопрос от имени существительного, к которому оно относится. Тогда по ударному окончанию вопроса можно определить окончание имени прилагательного. Только это правило не действует в отношении прилагательных мужского рода. Правда? Да. Вопросу, какой мужского рода, соответствует безударное окончание и или и. У тебя как раз это есть на доске. Сейчас посмотрю. День какой? Осенний. А, понятно. Сейчас проверим другое слово. Собачка какая? Маленькая. В вопросе слышу «ая», значит пишу «ая». Или «яя». В том случае, если основа закончилась на мягкий согласный звук. Ведь невозможно буквой «а» показать, что согласный читается мягко. Только буквой «я». Всегда есть два варианта окончания. Для основы, закончившейся на твердый согласный. И для основы, закончившейся на мягкий согласный. Какие? В вопросе слышу «ие». Пишу «ие» или «ые». Как в слове «верные». Умничка, Вера. Все правильно. Ну, теперь я легко справлюсь с правописанием безударных окончаний имен прилагательных. Не торопись, Верочка. Самонадеянность не лучший помощник. Давайте отправимся в путешествие и немного потренируемся. Давайте, давайте. Алтай, ко мне. Мы в какой-то маленькой деревне. Рядом с одной избушкой сидит бабушка. А рядом молодые люди. Кто они и о чем говорят? Это молодые ученые-лингвисты. Они изучают русский язык с точки зрения фонетики, грамматики, лексики. А что они делают здесь, в глухой деревне? Собирают интересные слова, выражения. Часто вместе с лингвистами ездят и фольклористы. Они записывают редкие сказки, пословицы. Вышли добрые братья на широкой отцовской двор. Натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старшой брат. Упала стрела на боярский двор и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат. Полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу младшой Иван-царевич. Полетела его стрела прямо в топкое болото. И подняла ее лягушка-квакушка. Я знаю эту сказку. Это же о царевне лягушке. Только вот... Что? Мне кажется, бабушка немного неправильно говорит. Как бы сговором таким, что ли? По-научному это называется диалект. А что это? Во время длительных переездов путешественникам часто приходилось отмечать, как меняется в зависимости от территории произношение, лексика и даже грамматика какого-либо языка. Да, я замечала, что люди из разных мест немного по-разному слова произносят. Диалект часто отличается от литературной нормы. Он звучит иначе, чем мы привыкли слышать. Как у этой бабушки? Да. Кстати, я записал ее речь на диктофон. Сейчас мы с вами вернемся домой и поработаем как ученые. Ну что же, я готова. Записывай. Добрые братья. Тугие луки. Как эти словосочетания записать правильно, чтобы можно было в детской книжке напечатать? Задаем вопросы. Братья, какие? Добрые. Луки. Какие? Тугие. Двор какой? Ой. Мы учили, Вера. Существительное двор мужского рода стоит в форме единственного числа именительного падежа. А это значит... Прилагательное стоит в форме мужского рода единственного числа именительного падежа. Именно поэтому вопросом не проверяем, а вспоминаем, что в таком случае пишутся безударные окончания «ы» и «и». А если подумать о словах, которые ты будешь использовать в статье? Я хотела написать «все покрыто мягким снегом». Хорошо. Какое окончание ты поставишь у прилагательного в словосочетании «мягким снегом»? «Снегом каким» в вопросе слышу «им», пишу «им» или «ым», здесь «им» мягким. А как напишешь «в прозрачной воде»? В воде какой? В вопросе слышу «ой», пишу «ой» или «ей», здесь «ой» прозрачной. Очень хорошо, Вера. А теперь давай попробуем составить начало твоего текста так, чтобы он стал более выразительным и вызывал интерес читателя. Хорошо. В один прекрасный осенний день мы с моим братом пришли в собачий приют. Там в клетке сидела маленькая, грустная, одинокая собачка. Мне очень захотелось ей помочь, и со временем мы стали верными друзьями. А как, об этом я расскажу вам в своей статье. Ну что ж, мне очень нравится. Мне тоже. Сумеешь сама проверить правописание безударных окончаний имен прилагательных? Я попробую. Прекрасный осенний день. День – это существительное мужского рода, стоит в форме единственного числа именительного падежа. Выбираю «ый» или «ий». Прекрасный осенний. Хорошо. Дальше. Собачий приют. Имя существительное «приют» стоит в форме единственного числа именительного падежа. Поэтому вопрос к прилагательному не задаем, а выбираем «ый» или «ий». Отлично, сестренка. Маленькая, грустная, одинокая собачка. Собачка какая? Ая, яя. Здесь везде «ая». Маленькая, грустная, одинокая. Окончание «ая». И последнее словосочетание. Верными друзьями. Друзьями какими? Верными. Окончание «ими» или «ыми». Здесь «ыми». Ну что же, Верочка, текст прекрасный. Спасибо вам, Михаил Гаврилович. И тебе, Фома, что все мне объяснили. Да не за что. Надеюсь, тебе было интересно. Конечно. Ведь когда понимаешь тему, и у тебя все получается, то всегда интересно. Ну что же, я очень рад. Надеюсь, ребята, вы будете любить и внимательно изучать родной язык. Обязательно. И будем его беречь. Хорошо. Вера, когда статью напечатают, принесешь мне почитать? Конечно. Верю, что когда ребята ее прочитают, то придут в приют, чтобы познакомиться с собаками. И может быть, даже кто-то станет волонтером. Очень на это надеюсь. Спасибо вам, Михаил Гаврилович. Нам уже пора домой. Да, пора. До свидания. До свидания. До новых встреч, друзья мои. Приходите еще. Мы с Алтаем всегда вам рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Нам предстоит немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей За столом, друзья, мне тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно Вместе с Верой и Фомой